Сегодня Аким Алматы Бакаджан Сагентаев встретился с писательским сообществом и вручил им специальные гранты в честь 30-летия суверенитета. На важной встрече подвели итоги также творческого конкурса «Алматы. Золотая колыбель независимости». Подробнее о нем и его победителях расскажет Динара Сабитова. В преддверии национального праздника страны в здании городской администрации за дружным столом глава мегаполиса провел встречу с интеллигенцией. Обсуждали насущное – вопросы поддержки и развития творческого объединения. Поговорили и об актуальном. Аким Бакаджан Сагентаев напомнил о непростой эпидситуации и призвал горожан поддержать кампанию по иммунизации, а теперь уже и ревакцинация населения. В городе имеются разные виды вакцин. Всего достаточно. Есть спутник, файзер и другие. Надо ревакцинироваться и, конечно же, беречь свое здоровье. Сегодня в составе Союза писателей Казахстана больше 800 человек, половина из которых проживают в Алматы. По традиции, которую инициировали в конце 2019-го, алматинские поэты и писатели стали обладателями грантов Акима Алматы. Это очень прибавляет радости. Во-первых, в том, что эта забота, особенно о писателях уже возрастных, они знают, что они нужны городу, что их вклад в общую такую атмосферу созидательную писательски ощущается. Представители Союза писателей отметили, что подобная поддержка важна и нужна, особенно в условиях новой реальности. Мы считаем, что это очень достойная помощь каждому писателю в развитии его творчества. Сейчас мы все очень благодарны. Стоит отметить, что администрация города уделяет особое внимание культуре. Уже в этом году издается более ста новых книг. На встрече также подвели итоги конкурса «Алматы. Золотая колыбель независимости». Победителям творческого конкурса Аким Алматы Багаджан Сагентаев вручил специальные сертификаты. Очень большой резонанс был, когда мы объявили этот конкурс. Выбирать было очень сложно. Я был председателем комиссии, поэтому мы выбрали самых достойных. В конкурсе приняли участие больше ста мастеров-пера со всего Казахстана, в том числе молодые поэты и писатели. Творческие работы были представлены в четырех жанрах. Это поэзия, проза, детская литература и драматургия. Я сегодня очень рада, что я участвовала на этом конкурсе и получила сертификат по жанру поэзии. Я на следующий год хочу выпустить свой сборник стихов. Я вот получила этот грант. Я думаю, что этот грант пойдет на выпуск этой книги. Я давно хотел написать произведение об ужасах 1932 года. В связи с этим я написал новеллу «Кокшован». Жюри высоко оценили мой труд, поэтому мы добились такого результата. По поручению Акима Города в прошлом году были выделены средства для издания работ 30 авторов. Причем поддержали труды как молодых писателей, так и классиков казахской литературы. Динара Сабитова, Мирам Исабеков, телеканал Алматы.